16 декабря глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проинспектировал отделение, где принимают пациентов с коронавирусной инфекцией, а также проверил работу так называемых красных зон медицинских учреждений. На базе временного госпиталя в парке Патриот в мае этого года создано стационарное отделение на 1420 коек, из которых 20 реанимационных. Оно занимает четыре выставочных павильона, всего порядка 47 тысяч квадратных метров. Здесь есть все необходимое оборудование. Как рассказал руководитель муниципалитета, основная задача госпиталя – разгрузка коечного фонда в других медучреждениях для пациентов, у которых болезнь протекает в сложной форме. Этот стационар был организован по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и при поддержке Минобороны России. Сегодня здесь находится 842 пациента, их лечением занимаются 334 врача. В этот же день Андрей Иванов побывал в Никольском подразделении Одинцовской областной больницы и проверил здесь работу красной зоны, где к настоящему моменту пролечено уже 2292 человека. В начале июня был перепрофилирован и открыт инфекционный стационар для приема пациентов с COVID-19. Глава муниципалитета рассказал, что здесь развернули 200 коек, в том числе 20 реанимационных. На данный момент на лечении находится 183 пациента, из них 14 в отделении реанимации, необходимые лекарства закуплены, никаких нареканий от врачей и пациентов нет. Это лучшее по оснащению и современному оборудованию отделение для приема пациентов с COVID-19 в муниципалитете. Штатная численность Никольского подразделения составляет 352 человека.